Одно из главных преимуществ Анапы как курорта – ее богатая бальнеологическая база. Грязи и водолечения используются во многих местных санаториях. Один из первых объектов, который посетил вице-губернатор Кубани Александр Рупель, стал бювет. Популярное у туристов место работает почти полвека, а 10 лет назад за его содержание стал отвечать санаторий «Делуч». Воды, которые мы сейчас используем, они тоже уникальны. Минеральная вода Сенегурская, она полностью аналдсу и синтетичные. Гидрохлоридный карбонатный анализа. Ее точно так же используют при тех же самых заболеваниях. Как отметил вице-губернатор, далеко не все туристы знают о таких уникальных местах. Чтобы привлечь внимание отдыхающих, необходимо грамотно организовать рекламную кампанию за пределами края. Мы должны как раз таки изюминку показать, на которую в межсезонье люди поедут. И это будет серьезное увеличение. Они сейчас поедут в межсезонье. Потому что многие не знают. Я вот сам выезжал, со многими туристами общаются. Они таких вещей, таких уникальных, интересных, они знают. Их нужно специально искать, когда человек у него поздоровлю или что-то. А в таком массовом сегменте он этого не понимает. Это, конечно, проблема мы сегодня будем решать. Сейчас бювет ремонтируют. Он будет открыт уже в марте. Попробовать анапскую минеральную воду гостям удалось в фитобаре одного из крупнейших санаториев курорта. Делуч оснащен современной технической базой. Успешно практикует грязи и водолечение. А в прошлом году врачи составили специальную программу реабилитации после ковида. Очень серьезная потолокия лечится. Включая дилейер и реабилитация, которая после инсульта приезжает недвижимый, плохо ходящий, уезжает на своих ногах. Да, это 2001 года такой дилейер. Еще один санаторий «Надежда». Здесь есть и современная лечебная база, и уникальные программы реабилитации. А еще он прошел проверку временем. В этом сезоне санаторию исполнится 90 лет. В год в нем оздоравливается до 18 тысяч человек. Хорошая здравница. Я работаю здесь больше 20 лет. И фактически все 20 лет находим свои конструкции. Потому что тот же первый фитнес, который мы сделали, был первый в Анапе. Более 60 тренажеров, которые сегодня также акциональный развлекательный комплекс. Большое грязевое отделение, ванное отделение больше 30 ванн. Причем не просто ванны, а оборудование немецкая компания «Унбешанген». В народе больше известное по Донбаду. В каждом анапском санатории есть свои изюминки. В «Надежде» это янтарная комната, на отделку которой ушло более 300 килограммов натурального камня. Уникальными могут стать не только здравницы с почти вековым опытом, но и новые санатории и отели. Следующим пунктом рабочего визита стал санаторий «Вита». А вернее строящийся корпус для юных спортсменов. Его введут в эксплуатацию уже через два месяца. Мы очень хорошо позиционируемся здесь с плосками. И у меня очень много партнеров, которые... Такие олимпийские пенсионеры, с которыми мы этот проект запускаем. И полностью консультация с ними. То есть у нас и бассейн здесь 25 на 25, полноценный олимпийский. И весь тренировочный процесс и вся инфраструктура, которая есть, это совместно с ними мы его будем делать, реализовывать. Здесь будет полноценная шведка для детей, то есть с полным циклом. Даже меню мы разрабатываем, утверждая и согласовывая вместе с ними. На стадии строительства находится и пятизвездочный отель «Грейт Эйд». Он примет гостей уже этим летом. Здесь к их услугам просторный бассейн и комплекс, термальный центр и конференц-зал, подходящий для проведения крупных форумов. Как отметил вице-губернатор Александр Рупель, новые объекты отвечают всем требованиям, которые сегодня предъявляют курортам мирового уровня. А это значит, что у Анапы есть потенциал и возможности для привлечения новых туристов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Бергалиев, Анапа. Регион.